Мы не хотим никакой войны, тем более украинцы, люди, народ украинский, это не чужие нам люди. Это родные нам люди, даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговым и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину, но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил, что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси. Мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации вместе. Если действительно посмотреть, а сегодня каждого жителя нашей республики, конечно же, волнует вопрос в большей степени, будет война или нет. Надо сказать так, что на сегодняшний день военная организация государства, если именно касается, она готова к этому экзамену. Мы, по большому счету, готовили всю жизнь и экзамены, думаю, мы выстоим с честью. Вопрос заключается только, нужна ли нам эта война. Конечно же, она не нужна. Что касается милитаризации, действительно, всего нашей части континента европейской, она заметна. Например, группировка войск блока НАТО, в частности Соединенных Штатов, выросла в 10 раз фактически. То есть с 6 до 60 тысяч. И она продолжает наращиваться. Сказать, что сегодня нам это напрямую угрожает, конечно, еще нельзя. Хотя на уровне действительно вызовов именно этот вопрос уже начинает рассматриваться с нашей стороны. Аспект, связанный действительно с южными нашими соседями на Украине, он показывает, что обстановка достаточно напряженная на границе. Но, тем не менее, она контролируется. Контролируется она, прежде всего, в вопросах, связанных именно и в частности задач, которые решает пограничный комитет, органы пограничной службы и органы государственной безопасности, ну и, конечно же, вооруженные силы. Пример ракеты зенитной, которая залетела на нашу территорию, это наиболее яркие действительно свидетельства тому, насколько мы готовы действительно к отражению этой агрессии. То есть все время была вскрыта полет этой ракеты, обнаружена и уничтожена. Мы говорим о том, что идет наращивание потенциала, но мы тоже не сидим, как говорится, лыком не шиты. И мы тоже готовимся к отражению возможной агрессии. У нас, я хочу сказать, серьезные на сегодняшний день действительно подвижки в вопросах военно-технического оснащения вооруженных сил. У нас серьезные на сегодняшний день подвижки во взаимоотношениях, опять-таки, с Российской Федерацией в рамках союзного нашего государства и группировки войск и сил. И, соответственно, сегодня свидетельством является посещение, прежде всего, главы государства Китайской Народной Республики. У нас с Китаем очень тесные взаимоотношения, прежде всего, в военно-технической сфере. Надо брать не числом, а умением. Это основной такой принцип. И нельзя просто, я говорю, соотносить самое главное, что вот у вас такие-то вооруженные силы. Как сказал глава государства, 75 тысяч эти вооруженные силы, которые на сегодняшний день вполне выполняют те задачи, которые нам необходимы для обеспечения безопасности. Мы знаем, что военная организация государства, она имеет, ну, достаточно большое количество, и, прежде всего, подготовленных профессионалов. То есть мы можем сегодня смело уверять, что в основе, конечно же, лежит профессионализм. А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? Зачем Польшу? Именно в Польшу. В Германию, в Великобританию поехал. Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что. В Войн. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его борт здесь номер один приземлится. Было же когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь в вашем присутствии втроем. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. На главной арене основная тема массивная, большая. Война и мира. А на авансцене ее горячая фаза. Имею ввиду, что здесь не только СВО. Хотя это, конечно, драматизирует понимание. Но и ряд предложений, новаций, которые отражают позитивную повестку. Идущую в том числе с белорусской стороны. От руководства, от президента. И мне думается, вот этот смысловой контур позволяет нам взглянуть на то, что за кадром находится. А возвращаясь к вопросу о этом предложении, на мой взгляд, ответ может быть следующим. Почему он не приехал? Ну, очевидно, для команды Байдена это было определенной растерянностью. Они растерялись настолько, в политической социологии и психологии это называется анемия, или, прежде всего, ступор. Его команда, советники, помощники, аналитики, спичрайтеры, в общем-то, выходцы из крупнейших элитарных университетов, где с первых месяцев говорится о главном. Вы должны быть командой, соблюдать приказы и равняться на канон. Канон-то понятен, надо исполнить американскую миссию. И вот неожиданно прозвучавшее предложение для них выступило таким барьером, и они растерялись. А вот что за кадром, мне думается, что команда Байдена и он с ней находятся в плену рефлексивной модели внешнеполитических своих программ и оценок. Особенность этой модели — это измерение мира через оптику двухмерного окраса, черно-белого. Естественно, они как всадники света, они так считают, конечно, да, и они готовы сделать это не только у себя, но и для всего мира. А все остальные находятся там, на черной полосе. И, увы, они воспринимают и Беларусь тоже пока вот так, сегодня, за этой разделительной полосой. И вот эта инерция взгляда, она сыграла также свою роль по отношению к неожиданно прозвучавшему предложению со стороны белорусского президента. Киев, да, конечно, в интернете сразу стали говорить, что это вот такая сюрприз, заготовка. Нет, конечно, никакой там заготовки не было, все было запланировано. Опять-таки, в рамках вот этой рефлексивной логики, восприятия и действий, здесь надо было просто-напросто себя показать, что команда находится на острие, понимание, что они в форме, они готовы. Сегодня эта тема находится в эпицентре. И, конечно, то, что находится на их внутреннем дворе, это тоже должно было бы стать отвлекающим маневром. И все должно было бы переключено на Киев, на поездку туда. Какие дивиденды они от этого получили, но в Киеве, естественно, практически особо никаких. Были заверения декларативные, что все будет по-прежнему, будет поддержка. Она, конечно, существует, но только до той границы, чтобы пока продолжались вот эти велотекущие события. Не более того. И то, что эта тема быстро исчезла в СМИ, говорит само за себя. Маленькая реплика по поводу Киева. Да, вроде бы вот это сюрприз, форс-мажор, не запланировано. Но за кадром было сказано несколько слов, что все-таки разрешение у Кремля спросили на всякий случай. И это стало понятным, что все было заранее запланировано. Строго по программе посещения Европы. Относительно Варшавы здесь интенции совпадают как со стороны Америки, так и со стороны Польши. Каков расчет Вашингтона в отношении Варшавы? Байден и его команда, они хотят сделать из Польши противовес Западной Европе. Значит, два полюса — это Западная Европа и Восточная Европа. Вот, мне думается, такая стратегическая задумка сейчас. Второе — это то, чтобы выбить почву из вот этих уже больших, мощных западноевропейских государств. Это игра на противопоставление двух эпицентров. Но это не все. Здесь, в этом отношении, американцы невольно подыгрывают Варшаве, которая давно мечтает о превращении себя в ту прежнюю Речь Посполитую. И сегодня та часть политической польской элиты, которая как раз-таки и воплощает эти настроения сегодня в стране, они как раз-таки поняли, что для них появился удобный исторический шанс. Я подчеркиваю, исторический шанс. Они понимают, что он небольшой по времени, надо пользоваться этим удобным случаем. И они как бы идут навстречу американцам, что да, мы готовы исполнять вашу волю, ваши желания. Но они сами планируют и свои собственные программы, свои собственные комбинации. О чем идет речь? Есть Вашеградская группа из четырех восточноевропейских государств. Это Польша, это Чехия, это Словакия, это Венгрия. В этой группе Варшава хочет занять четко лидирующие позиции. Она об этом заявляет не раз и не два, что вызывает трения и противоречия в этой группе, но она строго следует избранному этому курсу. Она понимает, что одних экономических рычагов и ресурсов сегодня маловато. И тут история, случай, возможно, дарит им такую, в общем-то, уникальную возможность с помощью США, НАТО разогреть милитаризацию, усилить свой военный ресурс и тем самым подтянуть на себя вот это все внимание и постепенно превратить, и заставить всех поверить, что Варшава способна, Польша готова стать плацдармом на восточном направлении. И вот это как раз-таки дает возможность сейчас им использовать этот шанс. Американцы понимают это и подчеркну, опять-таки возвращаясь к концепту, к этому рефлексирующей модели, они как раз-таки идут в соответствии с этой открытой внутренней логикой. Проект закона Беларуси о народном ополчении. В нашем государстве выстроена эффективная система обороны государства. Ее основы – вооруженные силы. Именно они решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите. В то же время борьба с преступностью, охрана общественного порядка, общественная безопасность, сфера компетенций органов внутренних дел и внутренних войск и в мирное, и в военное время. Для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Беларуси в условиях военного времени созданы территориальные войска. Другие силовые органы в рамках компетенции решают также задачи по обеспечению обороны государства. Но ситуация непростая. Я уже не раз говорил, каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают. На самом деле этот документ принимается в тех условиях, когда он просто необходим, жизненно необходим на сегодняшних условиях. Ну, первое, что происходит в этой ситуации? Мы учитываем, прежде всего в этом ополчении, опыт Украины. Что произошло? Вы вспомните первые дни, когда началась специальная военная операция. Оружие раздавали всем, кому не попадя, прямо на площадях. Первый вопрос, который мы решаем, это то, что оружие не должно просто так разойтись куда-то, да? Оно должно попасть в руки тех людей, которые подготовлены, которые прошли проверку и которые способны выполнять задачи. Второй вопрос, который мы решаем. Мы даем возможность вооружить тех людей, которые патриотически настроены, которые способны и готовы защищать себя, свою семью, свое село, свою родину. Следующий вопрос, который немаловажен, это поддержание внутреннего порядка. То есть, ну, мы знаем, в любом районном центре, по большому счету, в любом поселке, ну, один, два, три там, ну, из десяток участковых, которые выполняют задачу, понятно, поддержание порядка, особенно в приграничных районах, будет, ну, очень сложно. А здесь у нас есть уже люди, которые способны взять оружие, способны защищать именно свой участок земли. Ну, и, конечно же, это освободить от выполнения таких второстепенных задач, несвойственных, прежде всего, вооруженные силы, и освободить территориальные войска. Современные образцы вооружения действительно поступают, ну, а те вооружения, которые есть, почему не передать в ополчение? У нас в основе своей, все мужское население прошло подготовку либо в вооруженных силах, либо в других структурах военной организации, государства, консенсивных, на военных кафедрах. У нас есть возможность, прежде всего, вооружить этих людей. У нас есть возможность их подготовить, этих людей. И у нас есть возможность, самое главное, ну, у нас есть такой еще запас, знаете, золотой запас, военные пенсионеры. И у нас есть возможность еще управлять этими людьми. Почему бы этим не воспользоваться в наших условиях именно в такой сложной обстановке, где, ну, по нашим всем белорусским традициям, это война, это дело общенародное. И должны мы всем народам, и я уверен, что победить весь народ просто невозможно. Не дай бог, безусловно, здесь мы должны готовиться все равно к худшему в этой ситуации. А лучшее, ну, дай бог, чтобы оно было, и мы процветали. Мы не хотим ни мобилизации, ничего, то есть мы прекрасно понимаем, что только под мирным небом может действительно по-настоящему процветать наша республика. Война, она не нужна никому. Народ, который потерял каждого третьего жителя, он никогда не будет хотеть этой войны. Я думаю, что это константа, которой, я думаю, руководствуется каждый из нас. Один из важнейших вопросов, я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и состав, и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат госслужащих, для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми. О поводу этого указа очень точно, очень точно он лег вот в эту канву опережающего движения каждого и в целом страны. Но прежде всего хочу сказать, что не успел появиться этот указ, еще даже его не опубликовали. Сразу пошли вбросы в интернете. И строго заточенной логикой вас обманывают, вас вытягивают, вас там арестуют, вас посадят. И это прежде всего те, кто сюда не собирается, кто мыслит в категориях непримиримости по отношению к своей родине. Они говорят, что это же надо, не может режим успокоиться. Это же такое нигде в мире никогда не было. Вот только здесь, увы, они лукавят. Такое было давным-давно в разных частях и прежде всего в Матушке Европе. Не буду далеко вглубь веков, 20-й, прошлый век, возьмите. Она в разных ипостасях, в разных проявлениях существует эта история. О возвращенцах и невозвращенцах. Вишисты во Франции, четники и усташи в Сербии и в Хорватии, лесные братья в Прибалтике. Какие оказались сейчас оценки всего этого? Польша, жални же пшикленты, солдаты проклятия. И таких историй множество, они их молчат. Это свои. А здесь сразу же ставили все вроде бы точки над «и». Это все плохо с нашей стороны, у них все хорошо. Вот этот известный стереотип, шаблон. У нас все плохо, у них там все хорошо. Что значит «у нас все плохо, все что хорошо». Если так спокойно, трезво, без суеты вот этой мелкой, то этот указ имеет как минимум три грани. Во-первых, чисто юридическую, политическую, конечно, и морально-нравственную. Вот они вообще забывают. Но когда смотришь на правовую сторону, понимаешь, что наши правоведы – квалифицированные специалисты. Сравнивая с практиками и нормами других стран, все в соответствии с самым передовым уровнем. Строго в соответствии с нормами международного права и национально-государственного. Никакого расхождения. Здесь четко, ясно заложены и цели, и механизмы. Здесь четко прописано, однозначно, что есть возможность для тех лиц, которые не совершили уголовного, но если они желают вернуться и здесь повиниться и отбыть срок, ну что ж, в соответствии с правилами и нормами. А для тех, кто совершил иные правонарушения, пожалуйста, строго в соответствии с процессуально-законодательными нормами страны. Никто не против. Здесь соблюдаются все основные формы. Если этого не произошло, человек имеет возможность через установленные процедуры вернуться опять домой, восстановить себя, стать по-прежнему полноправным гражданином. Он и был им, но вернуть в себе всю полноту этих прав, заняться всеми делами, которые он совершал до этого. Бывает всякое. Но здесь стараются об этом не говорить. Больше на политическую сторону. Но если разобраться, то и это точно все строго выверено в соответствии с тем, что происходит у нас и каков есть опыт за пределами. Конечно, мы понимаем, что нам не нужно это внутреннее гражданское разногласие, разделение в умах и сердцах, в семьях, на улицах. Надо это убирать. Для нас не нужно это. Это самое главное. Конечно, прекрасно руководство понимает, что надо выбить почву у тех непримиримых, которые прекрасно понимают, что возврата нет. Вот это тоже, конечно, одна из задач. Такая профилактическая. Чтобы, ясно, оторвать от них. Естественно, здесь понимается прекрасно, что надо тем самым создать почву примирения. Люди должны понимать, что они могут вернуться домой. И вот здесь вырастает соответствующая другая мизансцена, морально-нравственная, эмоционально-психологическая. Те люди, которые там находятся, они могли подскользнуться, заблудиться, что-то сделать, но они, побыв, понимают, что там в итоге, когда просто там поживешь, понимают, что ты здесь не нужен, ты не их, ты второй, ты не первый для них. И вот эта сторона самая непростая, на мой взгляд. И истории, которые существуют по этому поводу, ну, как ни странно, ни парадоксально. Классика американская, да? «Унесенные ветром». Скарлетт, которая полностью разбита, разгромлена. В итоге она понимает, надо вернуться к первоистокам, туда, где земля, где дом, где семья, там малая родина. И она уходит туда. Но почему не вернуться нашим, своим, белорусам, к истокам малой родины? Это непросто. Но бессмертный бег Булгакова, если вспомнить, какие происходят вот внутри, в человеческих душах, вот эти драмы, как это непросто преодолеть вот этот выбор на чаше. Или-или. Это, конечно, очень непростое дело, сложное, тонкое, к которому надо относиться очень корректно. Но спекуляции, как всегда, они будут. Но нам надо делать свое дело. Спокойно, выверенно, без шараханий. И этим должны заниматься люди, конечно, в которых есть нравственный запас и профессионализм, понимание, что нужно делать. Это очень серьезная вещь. Но этим надо заниматься. И мне думается, шаг не только своевременный, а на опережение, вот на перспективу. Потому что людей надо, им надо помочь, в принципе. Помочь им надо. Я понимаю, как сложно в одиночку принимать такое решение. И они должны видеть вот эту руку, которая протянута со стороны Родины в их отношениях. Вы когда-то Евразес поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот, я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Суперджет, по-моему. Суперджет. И небольшой поддержки Российской Федерации технологической. Авиационная промышленность, которая у нас была, это, прежде всего, основной, это, конечно, наш авиаремонтный завод. Мы не растратили эту школу, не уничтожили ее. Хотя, я думаю, что многие были в этом заинтересованы, по ту сторону границы. И на сегодняшний день, надо сказать, конечно, авиация – это дело очень серьезное. То есть подойти к нему спустя рукава невозможно. Безусловно, нам, то, что школа у нас хорошая, но без помощи наших пока российских коллег это сделать достаточно сложно. И понятно, что на сегодняшний день мы действительно будем создавать и наращивать именно наши возможности, ну, благодаря, прежде всего, тем нашим российским коллегам, которые будут способствовать созданию вот этих вот современной боевой нашей авиации, которая действительно на сегодняшний день уже, что ведь греха таить, на юге наших границ, где проходит военный конфликт, она решает глобальные задачи, по большому счету. И на сегодняшний день завоевание господства в воздухе, изоляция района боевых действий, конечно же, ложится на боевую авиацию. Я думаю, что немногие страны в мире вообще способны на такое. Но, учитывая вот последние тенденции, которые у нас, я хочу сказать, что наша Беларусь шагнула, ну, действительно, в 21 век очень стремительно. Посмотрите, у нас создается свое ракетостроение. Фактически с нуля. Понимаете, появляются ракеты, которые способны летать на 200, на 300 километров. Но некоторые там меряют, знаете, ширину сопла там, длину, объемы. И говорят, то эта ракета и на 500 полетит, как М-20, да? У нас есть действительно современные средства поражения, которые мы создаем, и полностью линейка всех реактивных систем залпового огня. Вы посмотрите, начиная от РСЗО «Флейты», которая ведет огонь на удалении там от 5 до 7 километров. Ну, сейчас новые образцы появились уже до 40 видят огонь. У нас есть свои Белграды, которые способны выполнять задачу там более чем до 20 километров. Мы модернизируем ураганы, у нас есть смерчи, у нас есть свои полонезы, и у нас есть на сегодняшний день свои искандеры. То есть я не думаю, что кто-то такую линейку вот этих реактивных систем залпового огня и систем ракетных, еще даже если включая там достаточно старую, ну, очень эффективную точку, о чем-то уже показал. Вот такой линейки, я думаю, на сегодняшний день не все государства обладают. А если сказать про ракетостроение, ну, это буквально на самом деле единицы. Мы составляем серьезную конкуренцию не только военно-техническую, но, я думаю, и военную. Поэтому авиация, это действительно будет серьезное дополнение, именно к тому, как наша Беларусь способна себя защитить. Это самая настоящая рабочая лошадка. Она бронированная, она легко заходит на цель, она достаточно просто управляемая при подготовке. То есть это тот аппарат, который решает исход, прежде всего, боя, непосредственно в тактической и оперативно-тактической глубине. Это машина, которая действительно способна поражать объекты наземные, но она для изоляции района боевых действий тоже ограниченных. Безусловно, это не истребители, истребители — это немножко выполнение других задач. Но я хочу сказать, что штурмовик — это та машина, которая позволит действительно эффективно выполнять задачи и дополнит вот эту линейку вот этих систем, которые у нас на сегодняшний день есть. «Наш путь в Украине — это путь мира. Китайцы придерживаются этого пути. Сто процентов убежден, и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами. Делайте конкретные шаги к миру, и мир будет». В основе вот этого всего узла сегодня оказался Китай. «Заявление Китая — это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьезные последствия в мире». На мой взгляд, эти 12 пунктов прежде всего говорят о позиции Китая. Структурно в них можно выделить три раздела, взаимосвязанных, конечно. Первый — он связан с российско-украинским конфликтом. Второй — посвящен гарантиям европейской региональной безопасности, но и третьей — новому миропорядку в XXI веке. Вот прежде всего. Здесь, если говорить о плане, то вот эти пункты, которые связаны с разрешением военного конфликта. А остальное, я думаю, это контур того, что хотел бы Китай от нового мироустройства. Правильно, Китай всегда выдержанно делает заявление. И эти 12 пунктов надо связывать с иными главными документами. Не так давно была принята глобальная инициатива безопасности в Китае, и там ряд пунктов уже присутствует. Но, как всегда, СМИ на это внимание не обращает. А только в этой взаимосвязи можно понимать, что здесь нового. Мне думается, здесь как раз-таки подчеркнут китайский взгляд на развитие как этих драматических событий, так и на перспективу развития регионов и мира. Здесь Китай четко подчеркнул ту свою давнишнюю традицию, что мы желаем мира без войны, мы желаем двигаться к нему без военных потрясений, жертв и разрушений. Это давняя традиция. Подчеркну, что еще с известного легендарного трактата с унизы искусства войны до начала XX века в Китае было написано более 200 военно-политических трактатов и в них четко прослеживается основная мысль «нельзя разрушать, нельзя воевать». Конечно, тут много смысла. Надо помнить, что сегодняшний лидер КНР неоднократно подчеркивает традицию, историческую преемственность. Он не раз вспоминает учителя всех китайцев Конфуция. Кстати, для слушателей и зрителей Конфуция, как известно, это европеизированное имя, латинизированное, а подлинное его имя Кун, учитель, мыслитель, наставник. И Син Цепин не раз подчеркивает, что мы должны продолжить идеи учителя. И мне думается, сегодня в его отношении Син Цепина будет очень приемлема метафора наставник китайского народа. им удалось сделать вот тот исторический рывок за очень короткие сроки и выйти в число лидирующих. Здесь их, несомненно, историческая инновация наряду с сохранением традиции. И эта инновация позволяющая встать вровень с ведущими державами мира, позволяет им в полный голос заявлять подобные инициативы. У них есть основания. Я хотел бы напомнить, что Китай — это восток. Там иная логика несколько, иная семантика, смыслопонимание и цели полагания. У них это несколько по-иному. Они смотрят на все через оптику длинной дистанции. Неудивительно, это единственное государство в мире, которое, возникнув 5000 лет тому назад, ни разу не исчезало с карты мира. Они могут себе такое позволить, в общем-то. Но что стоит там за скобками? Они понимают прекрасно, что СВО — это большой эпизод. Он рано или поздно закончится. О чем не раз говорит наш президент. Он действительно закончится. Но те связи, которые уже были налажены между Большим Востоком и Большой Европой, Евразией, они должны сохраняться. Они видят прекрасно, что сейчас поставлено все на паузу. Я имею в виду коридоры, транспортные. Да, для китайцев важен морской путь из их стратегии 21-го столетия. И они продолжают дело до сегодняшнего дня. Но они понимают, что сухопутный тоже важен. И он пока тормозит. Но он откроется. Надо помнить, что Европа очень заинтересована в этом. А они понимают, что сейчас они теряют на порядке. Теряют те уже налаженные коридоры, которые были. И они понимают, что все равно туда вернутся. Вот эти вещи стратегического плана, они действуют и из подвала задают логику. Логику возвращения на рельсы мира. Нужно самых лучших людей туда вытаскивать. Потому что люди в погонах они исполнительные, они преданные, они надежные, как бы вас не качали, не тащили большие деньги и прочее. Вы очень стойко в этом плане работаете. Нам надо эту роту усиливать. И продукт должен быть современным и нужным для страны. Рота информационных технологий это элитное подразделение. Если посмотреть, там все ребята с высшим образованием, по большому счету все горят глаза. Они приходят, у них представление об армии совершенно другое. Куда они попадают, это действительно структурное подразделение, глубоко научное. Они держат в руках автоматы, безусловно, КНК, МБ, обкатка танками у них проходит. Все это, как говорится, не минует. Вся военная романтика у них присутствует. там самые настоящие головастики. Это люди, которые приходят уже имеющие опыт. Опыт работы именно с современными технологиями, IT-технологиями. Они уже были в серьезных компаниях, проработали определенное время. Конкурс там действительно колоссальный. Я боюсь соврать, честно сказать, далеко за 10 человек на одно место. Поэтому не в каждый ВУЗ, даже сказать, скорее всего, не в один ВУЗ такого нет конкурса, как эту роту информационных технологий. Случайных людей там нет. Там люди действительно высокой квалификации и люди способны выполнять действительно очень сложные задачи. Тем более, что над каждым абсолютно солдатом этой роты информационных технологий имеются офицеры, которые действительно ставят задачи, ставят задачу профессионально, потому что она создана на базе военной академии, а там достаточно серьезный научный потенциал. Еще даже со времен Советского Союза там свои школы имеются, и поэтому постановка задач это, как говорится, уже большая часть всей работы. А солдат, который там находится, с одной стороны он способствует действительно развитию IT-технологий для вооруженных сил в военной сфере, а с другой стороны он приобретает тот опыт, с которым потом он идет и продолжает работать в своей же абсолютной сфере. Он работает, ну, многие, конечно, безусловно, работают и в стране, и за рубежом, часто говорят, что кто такой айтишник, да, это человек мира, по большому счету. Хотя сейчас уже и это начинают пересматривать, все люди, которые там когда-то уезжали, не возвращаются назад. Но я хочу сказать, что для наших айтишников вот этой роты вопросы патриотизма тоже уже на сегодняшний день это не пустые слова. И зачастую именно побыв в этой атмосфере, поприсутствовав действительно во всем этом, они уже совершенно по-другому смотрят на мир. То есть, помимо выполнения своих задач, узконаправленных, они еще и смотрят на мир совершенно с другой стороны. То, что на сегодняшний день программные продукты, которые используются в автоматизированных системах управления и в развитии картографии, в том числе и наведения высокоточных систем. Та же самая подготовка летчиков, например, она должна начать с того, чтобы просто попасть, образно сказать, вот в эту вот кабину, которая, например, изображена в 3D, да, макет этой кабины. Вот это вот все разрабатывается, в том числе и очки виртуальной реальности, и дополненной реальности, они с этим реальным программным продуктом работают. На сегодняшний день посадить курсанта или солдата куда-то для подготовки, это значительно очень упрощает эти все вопросы. Развитие сегодня тех же самых тактических тренажеров ближнего боя, которые позволяют именно отработать ряд вопросов, связанных с ведением боевых действий, это тоже задача, которая стоит перед этой ротой информационных технологий, и она решается очень успешно. То, на что тратятся миллионы, а может у некоторых государств миллиарды, мы используем за счет именно труда людей, которые готовы это делать и которым интересно это делать. Фактически на сегодняшний день любая научно-исследовательская работа, любой окор в той или иной степени в Академии обязательно затрагивает роту информационных технологий. Люди заинтересованные, во-первых, с этим человеком, когда садишься общаться даже просто, видно его интеллектуальный уровень, а это очень высокий интеллектуальный уровень, как говорится, IQ людей зашкаливает по большому счету, и этот человек просто по своему характеру, по своим возможностям не готов готовить плохой продукт или брак, он просто не знает, как это сделать, то есть у него любая работа в руках спорится. Поэтому я говорю, это немножечко другой подход, когда есть из чего выбрать и когда есть к чему подойти, ну и соответствующий результат абсолютно. Я ненавижу войну, и наши белорусы войну ненавидят. И мы не хотим войны, мы хотим мирных переговоров, но вы держите Володю Зеленского за руки, за ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение. И много фактов было, которые об этом говорят. Даже вы хотите войны. Ну слушайте, ну очнитесь вы, но Соединенным Штатам Америки только им нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна, потому что если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают. Зачем вы нас тащите в эту войну? Мы хотим мира, слышите? Американцы, мы хотим мира. Запад, американцы, НАТО, они как раз-таки на стороне вот этой войны находятся сегодня. Они попали в тиски этой логики, рефлексирующей модели. А с другой стороны, вот обозначенная повестка позитивная, в которой наша страна, президент, заняли, думаю, преднамеренно вот такую активную позицию. О чем она свидетельствует, на мой взгляд. Но предложения, которые сделал Лукашенко, они, конечно, не случайны. хотя в СМИ делали сбросы с самого начала, что это такой экспромт разговорной речи, отвлекающий маневр, но, на мой взгляд, это продуманное решение, это те сигналы, которые президент делает не раз. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют факты. Факты, начиная, ну, очень заметно с 2014 года до сегодняшнего дня. Эпогеи этого это Минские соглашения, подписанные первые, вторые, они говорят сами за себя. Здесь вот хочу подчеркнуть вещь, которая не всегда воспринимается и видна. В отличие от западной стороны официальный Минск предлагает иную модель не плестись в хвосте событий, а идти на опережение. И инициативы президента как раз таки говорят о том, что он понимает это. Надо иная модель, опережающего понимание и предложение. И он как раз таки ее манифестирует. Не только для себя, не только для страны, но и для других, которые рядом, наши соседи и те, которые сегодня пробуют эту погоду противопоставления оставят надолго. И эти очередные идущие раз за разом предложения о приглашении за стол переговоров говорят сами за себя. Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше и работать на опережение. В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Что касается нынешней концепции национальной безопасности, она, безусловно, учитывает прежде всего три составляющей по уровням. Низкий уровень, средний уровень, высокий уровень, то есть риски, вызовы, угрозы. Исходя из этого, там учтены такие очень важные составляющие. Во-первых, появляется девятая сфера, это биологическая безопасность. Она прежде всего основана на чем? Мы все с вами пережили этот пандемийный период, сложный период, и казалось бы, что происходило на самом деле? Буквально весь мир заразился уже не столько, как говорится, самим этим ковидом, сколько той информационной составляющей, о которой говорили. Посмотрите, как наше государство пережило. По большому счету, если так сказать, мы единственное государство, которое действительно вышли из этой проблемы наиболее эффективно. Уже сегодня, я думаю, что не секреты все говорят, что была за пандемия ковида. Это рукотворная болезнь, которая была распространена, и тот же самый Всемирная Организация Здравоохранения, которая принимала соответствующие меры, но если посмотреть, кто ее финансирует, каким образом она воздействовала наше государство. Результат какой? Наше государство продолжало работать, выполнять задачи, конечно, слава Богу, то, что глава государства правильно определил все приоритеты в нашем государстве. Огромное спасибо нашему здравоохранению, нашим врачам, не всякого сомнения, но я хочу сказать, государство достойно справилось с этой проблемой. Вот вводится новая сфера. Следующий аспект. Южнее наших границ проводится специальная военная операция, и действительно уже можно воспринять это на уровне вызовов. Во-первых, это действительно падение ракет на нашей территории. Вы посмотрите, какие есть проблемные вопросы на наших границах, связанные с угрозами в адрес наших пограничников, и передвижение диверсионно-разведительных групп, именирование приграничных территорий со стороны Украины. То есть вертолеты залетали на нашу территорию. То есть постоянно фактически у нас находится все это на уровне провокации. То есть мы расцениваем это как вызов. Безусловно, это должно было быть учтено в концепции национальной безопасности. Это нашло свое отражение. Вы посмотрите, что происходит сегодня на территории Польши. По большому счету поляки сегодня это одна из самых милитаризированных стран. Да, больше это государство очень интересное. С одной стороны оно боится Германию, с другой стороны оно с гонором в худшем его проявлении относится к своим восточным соседям. Там литовцам, белорусам, украинцам и так далее. Но мы не можем не реагировать сегодня действительно на милитаризацию того, что творится у нас на западных границах. Проблемы до сих пор не решены у нас и с Калининградской областью. Этот Сувалский постоянно будет у нас на уровне рисков, вызовов. Ну не дай бог конечно же угроз рассматриваются. Но это действительно самая настоящая проблема, о которой можно говорить. В концепции, что больше всего мне понравилось, что эта концепция она создавалась с учетом действительно того, что здесь происходит, ну учла самое главное. Сегодня практически все западные наши соседи, включая Блок НАТО, Соединенные Штаты, Британия, даже Польша, они кардинально поменяли свои стратегии. национальных безопасностей, поменяли свои стратегии развития на ближайшие десятилетия. И вот с учетом именно их взглядов, а их взгляды я хочу сказать далеко не радужные в отношении нашего союзного государства с Российской Федерацией, вот на любое их действие нашей концепции предусмотрено противодействие, как руководство к действию, понимаете, в дальнейшем, в своих документах, которые будут разрабатываться на основе концепции национальной безопасности. Вот это, на мой взгляд, является действительно очень важным и своевременным документом, который должен выйти именно в самое ближайшее время. Концепция это тот документ, который регламентирует, каким образом нам выполнять те или иные задачи в тех или иных сферах. Та же самая информационная сфера, та же самая экономическая, политическая сфера. То есть нам определяет наш основной путь, а способ реализации это уже определяют совершенно другие документы, которые могут носить в том числе закрытый характер или ограниченный характер с ограниченным доступом. Поэтому концепция, я думаю, это важнейший документ, это важнейший документ, ну, конечно, не как Конституция, но документ не менее важный по своему содержанию, прежде всего, который особенно в нынешних условиях. Поэтому я думаю, что все должны четко понимать и представлять, куда мы идем, к чему мы стремимся, какие есть вызовы и угрозы, какие внешние, какие внутренние, что необходимо ожидать. И, конечно же, это дорожная карта, прежде всего, перспектива, каким образом сохранить мир на нашей земле во всех этих сферах. Что такое, например, сегодня объявляются нам санкции? Это не что иное, как экономическая, политическая война. Мы же это прекрасно понимаем, каким образом, для чего она развязывается. Если сегодня еще не стреляют пушки, то это не значит, что на нас смотрят с миром и желают нам добра. Нет. А вот концепция национальной безопасности как раз это все определяет и дает нам направление, к которому мы должны идти. Поэтому этот документ действительно важнейший и будет приниматься у нас на все Белорусском народном собрании. Эти обезумевшие, они даже не думают, как это делают какой-то шаг. Ну, хотите вы навредить России? Попробуйте. Там у вас есть граница с Калининградской областью. Белоруссии хотите навредить? Ну, навредите здесь. У нас же огромная тысяча километров граница. Навредите. Ну, что ж вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно, когда ввели санкции против углеводородов в России, обеспечивает Европу углеводородами, особенно нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли свою работу. Второй вопрос. Ну, зачем своих рубите? Слушайте, нам от этого ни жарко, ни холодно. Мы ж туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз. К нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы уже давно ввели этот порядок. Мы ж тоже их не гладим по головке. Ну, зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость. Может, перед патроном, который приезжал недавно к ним, надо же было показать, что они тут за американцев воюют и готовы на все. и себе в голову выстрелить. Поэтому, ну, понятно их шаги. Просто идиотские поступки. Заметьте, что здесь сразу несколько планов появляется для восприятия и осмысления. Что показывает наше ТВ, это множество фур по обе стороны. В том числе и с Казахстана, Китая. вот скажу неожиданное. Поляки на границах с Белоруссией и, в частности, с Гродненской областью пробуют вариант сценарного полигона. Вечь идет, в первую очередь, о перекрытии всех пограничных пунктов. Они хотят проверить, насколько они могут разогревать планку напряженности. но, опять-таки, это не только наши перевозчики. За ними, как мы видим, стоит множество фур из Азии, Казахстан, Казахстан везет китайский товар, товар, который желал бы попасть в Европу. Ну, это самоубийство, но они пробуют это испытать, насколько это возможно. перспективно, дальновидно? Нет, конечно. Само по себе это говорит. И через короткое время это станет понятным, что будет мощный удар по транспортной логистике для восточно-европейских стран, в первую очередь, для Польши. Но на этом этапе здесь возобладала логика радикальная военно-политического крыла, которая подыгрывает и Альянсу, и Америке, чтобы получить определенные дивиденды с этого, надеясь, что таким образом они создадут бастион, который позволит им на равных разговаривать в будущем с Кремлем. Но исторически это факты не забыты, они будоражат подсознание. И, конечно, вот сейчас эмоциональный подход, он срабатывает. Но, как всегда, и мы не раз слышим от лидера нашей страны, экономика в конечном итоге отрезвляет и возвращает на реальную почву. И, конечно, она сказывается, когда ты слушаешь суждения простых людей, водителей в том числе, которые говорят о что они испытывают, как теряют они свое благополучие, как страдают их близкие, это говорит о многом, о разноплановости верхов и низов. Надо видеть то, что сегодня убирает эти разделительные полосы и дает возможность нам возвратиться к диалогу, который тоже был не так давно. Надо просто-напросто набраться терпения, сесть за стол переговоров, обозначить повестку, передать дело в руки профессионалов, которые знают, что за этим стоит, и способствовать движению друг другу навстречу. Сегодня в лице современной Европы есть то, что отталкивает от нее, и остается то, что всегда было притягательным. Имея в виду вот те классические века, век просвещения, 18-й, 19-й, серебряный, золотой века, той классической Европы, которая создала основы процветания и благополучия. Но, увы, следуя определенным мировоззренческим посылам, которые сопрягли с определенными технологическими инновациями последними, увлекшись ими, они утратили чувство реальности. И это стало проявлять себя в патологии, в отходе от нормы. Это стало четко видно в определенных элитарных группах, как политических, социальных, художественных. И, прежде всего, там, что, по крайней мере, настораживает и не дает согласиться с этим предложением, идущим оттуда. Но никак то, что уродует отношения между людьми разрушает установленные веками формы взаимоотношений, начиная от интимных, заканчивая кровнородственными, социальными. Здесь утрачивается вообще первородство понимания, что такое солидарность, соучастие, сострадание, справедливость. Ну и, наконец, самое главное для них, как бы, святая ценность, что такое свобода. Свобода, как известно, это осознанная необходимость или вменяемая возможность, но никак ничем не ограниченный произвол для избранных, которые могут на этом пути делать все, что угодно, вплоть до отказа от своей собственной сути, своего собственного «я», которое заложено тысячелетиями, и даже не только тысячелетиями, миллионами эволюции, эволюционного пути. Здесь уже вообще речь идет о пределе быть или не быть как таковому человеку. Это достаточно серьезно. И здравые люди, которые находятся на Западе, я уверен, что они там есть, сейчас им права голоса не дают, но они прекрасно все понимают, но они увы сегодня пока не у руля. А те, кто, они пытаются доказать, что их узкопонимание этих вещей должно быть для всех. С чем согласиться нельзя, на мой взгляд. отец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...